Тему обсудим с депутатом парламента Республики Молдова Оазу Нантой с нами на связи. Оазу, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, сейчас, на что больше всего давит Российская Федерация, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию внутри Молдовы? На каких именно направлениях? Политические, экономические, финансовые, информационные? Мы знаем, что 17 марта в России будут инсценированы выборы без каких-либо сюрпризов. Говорят, появился какой-то Надеждин, но я думаю, что Кремлевская администрация по-любому решит вопрос с Надеждином. В условиях Республики Молдова ситуация диаметрально противоположна. Нас ожидают президентские выборы в этом году. И, соответственно, вся Кремлевская рать сейчас концентрирует свои атаки на личности Майя Санду, которая является на сегодняшний день символом успеха на предмет сближения с Евросоюза и символом того, что продолжение реформ и приближение к Евросоюзу. Поэтому Кремль сейчас концентрирует все свои атаки против Майя Санду. Кроме того, наблюдается, на мой взгляд, забавный процесс. А именно, Кремлевская пятая колонна затихла в ожидании. Они ждут, на кого укажет перст из Кремля, кто будет так называемым единым кандидатом от так называемой единой антигосударственной оппозиции. Ну и параллельно на левом берегу Днестра мы знаем, что там, скажем так, местный бизнес сильно недоволен тем, что новая редакция таможенного кодекса Республики Молдова обязывает их платить таможенные поршлины, равно как и всех других экономических агентов Республики Молдова. И администрация, марионеточная администрация с левого берега Днестра в связи с этим пытается изобразить протест. Ровно так же, как это было и в 2006 году, после того, как 3 марта 2006 года начала функционировать на молдо-украинской границе европейская миссия по поддержке на границе и после этого тоже и в Кремле, и на левом берегу Днестра была запущена информационная кампания о якобы экономической блокаде, о якобы гуманитарной катастрофе. Тогда даже прислали два конвоя с гуманитарной помощью и тоже на левом берегу пытались изобразить протесты. Но после того, как поняли, что Евросоюз, Украина и Кишинев не откажутся от своей позиции, левый берег, экономические агенты с левого берега послушно зарегистрировались на правом берегу Днестра. Сейчас ситуация повторяется. Экономические агенты с левого берега уже начинают платить таможенные пошлины, а что так называемого бюджета с левого берега, то это чистой воды фикция, потому что в нём не отражены расходы на содержание так называемых силовых структур. Совершенно нетранспарентная компонента — это как Россия помогает финансировать эти силовые структуры. Но если говорить о рисках, связанных с Приднестровьем, то они вторичны. Первично, как я уже говорил много-много раз, это ситуация на линии фронта между Украиной и Россией. Пока Украина выдерживает агрессию, отражает агрессию путинского режима, в Республике Молдова такие сценарии тяжёлые по дестабилизации ситуации с вовлечением левого берега, они маловероятны. Тем более, что на левом берегу Днестра прекрасно знают позицию Украины. Украина не потерпит никаких дестабилизаций, связанных с левым берегом. Что до правого берега, то президент страны начал интенсивный диалог с представителями местной администрации, журналистами, представителями оппозиционных партий на предмет того, как в Молдове будет разворачиваться референдум о европейской интеграции. И, соответственно, сейчас в обществе растёт градус интереса к приближающимся президентским выборам. Три оппозиционные проевропейские партии уже заявили, что создают блок избирательный и будут иметь своего кандидата. Но это совершенно нормальный процесс, в отличие от того, чего пытается достичь Кремль. А именно, используя свою пятую колонну, дестабилизировать ситуацию в Молдове, компрометировать выборы, спровоцировать хаос, для того, чтобы, используя хаос в Молдове, оказывать давление, в том числе и на Украину. И когда мы говорим про Россию, то я ни на минуту не забываю, что Россия была тем государством, которое совершило акт вооружённой агрессии против Молдовы в 1992 году. Я не забываю о том, что Россия является единственным государством, которое грубо попирает суверенитет, территориальную целостность и статус нейтралитета Республики Молдовы, сохраняя свои вооружённые подразделения на территории. Республики Молдовы. Но, в общем-то, я уверен, что Россия проигрывает. И сейчас главная задача — это консолидация и мобилизация молдавского общества. А что сейчас, я хочу вас спросить, просто чтобы... Каковы сейчас настроения, если посмотреть на те... То, что в открытом доступе по опросам и по всему. Господин Антой, как всё-таки настроены жители... Вот есть вероятность того, что осенью как раз пройдёт этот референдум этого года. Понятно, что сейчас действительно должны проходить определённого характера информационные работы для того, чтобы мобилизировать и мобилизовать в этом направлении жителей Молдовы. Но всё же, из того, что есть сейчас, как настроены жители? Ну, прежде чем говорить о гражданах республики Молдова, это получается забавная ситуация у нас с так называемой оппозицией. Когда на протяжении последних пару лет Молдова достигла очевидных успехов на пути сближения с Евросоюзом, раздавались неоднократно вопли «посоветуйтесь с народом, посоветуйтесь с народом, что вы идёте в Евросоюз без того, чтобы посоветоваться с народом». Сейчас президент страны Майя Сандо объявила инициативу о проведении референдума, и так называемая оппозиция находится в некой растерянности. Но вы абсолютно правы в том, что сейчас потребуется спокойный, цивилизованный, но достаточно интенсивный процесс информирования граждан для того, чтобы противостоять этой пятой колонии, которая повторяет как попугай за Марии Захаровой разного рода грязные обвинения, в том числе и в адрес президента страны. И потребуется, скажем так, консолидация общества. Мы должны понимать важность этого момента, и нужно добиться того, чтобы граждане, придя к избирательным урнам, они могут проголосовать за кого угодно, но в то же время они должны четко обозначить свою позицию применительно к европейской перспективе Республики Молдовы. Здесь, конечно, есть еще такой фактор, как наша диаспора. Мы не знаем, насколько активно диаспора будет вовлечена в этот процесс, но мы четко знаем, что граждане Республики Молдовы, которые проживают в демократическом мире, всегда демонстрировали свою мобилизованность, и их голоса являются весомым довеском к внутриполитическим процессам. Я только хочу подчеркнуть, что в 2020 году, 15 ноября, когда состоялся второй тур президентских выборов, Майя Санду убедительно победила кремлевского ставленника Игоря Датона и без голосов диаспора. Но с голосами диаспора эта победа выглядела особенно убедительно. А как быть с Приднестровьем? И насколько опасны дальнейшая эскалация и с Приднестровьем в том числе, учитывая то, что в последнее время от так называемых представителей так называемой власти Приднестровья звучат пророссийские нарративы откровенно? Вы знаете, на левом берегу Днестра уже 30 лет разыгрывается дешевый спектакль. С одной стороны, холдинг-шериф контролирует все и вся, что касается контрабанды и экономической деятельности. С другой стороны, на левом берегу разыгрывает спектакль пророссийский форпост и так далее, и так далее. Я уже неоднократно говорил, что даже этот потенциал оперативной группы российских войск, он несколько преувеличен с учетом того, что около 70% контингента это жители левого берега с российскими паспортами, которые пошли служить ради зарплаты. И среди них нет особо буйных, которые стремятся там воевать против Украины по указанию Путина или против Республики Молдова. Поэтому заявление Тирасполя это спектакль. Вот, например, украинский гражданин Игнатьев, который якобы министр иностранных дел, он является тем каналом, через который Кремль вбрасывает разного рода провокационные заявления. На что Украина уже, так сказать, погрозила пальчиком украинскому гражданину Игнатьеву на предмет того, что он позволяет себе антигосударственные заявления применительно к Украине. То есть, степень наглости левого берега повторяет, четко определяется ситуация на линии фронта, и они прекрасно понимают, что есть очень жесткие пределы, в рамках которых они могут позволить себе делать эти заявления, но не более того. Если пача чаяния, не дай бог, что-то они попытаются предпринять, это будет совсем другой расклад, с другим инструментарием. Но я повторяю, эти почти два года, которые прошли с 24 февраля 2022 года, они демонстрируют, что на левом берегу самоубийц нет, и они адаптируют свое поведение к позиции Украины, Республики Молдовы и к ситуации на линии фронта. Ну, то есть, на самом деле, ситуация достаточно непростая, но давайте так, но контролируемая, да? Контролируемая, насколько она может выйти из-под контроля для самой Молдовы, что может стать, ну, понятно, что есть пророссийские настроенные и политики по самой Молдове, но все же, что может стать, мы с вами не единожды общались и на протяжении предыдущих двух, вот этих двух лет, когда происходили такие, ну, скажем так, якобы протестные мероприятия, и понятно, под гидой кого и чего, и Шора, будем вспоминать, очень часто, и где были, да, там требования определенные к Майе, Санду. Сейчас я смотрю, что вот таких вот протестных настроений, ну, не наблюдается, то есть, либо же готовятся подливать в эти протестные настроения, чтобы те или иные части общества выходили и там высказывались, либо же ждут какого-то выжидающего момента. Как вы думаете, вот, господин Антой, если мы говорим о искусственно созданных протестах, насколько они в ближайшее время могут возобновиться, в частности, если мы говорим о середине марта 2024 года, ну, и понятно, почему мы так часто вспоминаем этот период, потому что, ну, все-таки в Российской Федерации будут происходить достаточно глобальные процессы? Когда мы говорим об акциях протеста, здесь четко нужно разделить два понятия. Первое. В демократическом обществе, а Молдова при всем, так сказать, несовершенстве нашей демократии таковым является, акции протеста, они являются элементом норм. Другое дело, когда эти акции протеста организовываются пятой колонной и проплачиваются из незаконных источников, в первую очередь, из Российской Федерации. Это уже не акции протеста, это подрывная деятельность против государства. И в последнее время мы наблюдаем очень сложный процесс, но все-таки консолидации государственных структур. Буквально на днях наш Центр по борьбе с коррупцией предоставил информацию о том, как продвигается расследование наиболее громких коррупционных скандалов на протяжении последних лет, как уголовные дела наконец передаются в судебные инстанции. И я, как гражданин Молдовы, понимаю, степень эффективности нашей борьбы с коррупцией, она определяет в том числе и пределы возможностей Российской Федерации. Потому что все, что было до сих пор под названием акции протеста, это было на незаконные деньги, нарушением законов о политических партиях, и было и этому названию однозначно это политическая коррупция. Наша деятельность по консолидации государственных структур сводит риски, связанные с провоцированием так называемых акций протеста. Другое дело, то, если вспомнить 2016 год, когда госпожа Майя Санду первый раз участвовала в президентских выборах, мы помним, как так называемые фейк-нюс имели очень такой негативный и глубокий эффект. Например, была вброшена Деза о том, что Майя Санду встречалась с госпожой Меркель и обещала госпожа Меркель, что в случае своей победы Молдова примет 30 тысяч сирийцев. И вот эти 30 тысяч сирийцев, брошенные командой Игоря Додона, они имели очень такой глубокий эффект в нашем незрелом обществе. Сейчас, конечно, мы должны готовиться к тому, что появился искусственный интеллект, появилось понятие deep, fake, и мы должны понимать, что Российская Федерация будет использовать весь спектр грязных инструментов для того, чтобы скомпрометировать выборы, для того, чтобы продвигать свою агентуру. Но на то она и борьба, чтобы опять мы вернулись к проблеме консолидации общества, чтобы мы обеспечили информирование граждан на предмет того, что предусматривает процесс вступления в Евросоюз, и для того, чтобы мы демократическими методами консолидировали и мобилизировали общество для защиты нашей свободы, нашей демократии, для защиты Республики Молдова. Спасибо вам большое, ОАЗУ, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, что ОАЗУ Нан той, депутат парламента Республики Молдова, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.